Всем большой привет! Начинаем новый влог. Посмотрите, какая у нас погода. Ветер, снег, а мы едем в музей. Никита у нас идет в музей, а Кирюша сегодня с классом идет в планетарий. Вообще у них каникулы сейчас. Это вот наш октябрьский музей. Сейчас мы к нему подъедем. Мы немножко пораньше приехали к ДК. Подождем весь класс. Пойдет в планетарий. Как закончится, позвони. Я приеду. Давай, пока. Ванек у меня сейчас гостит у бабушки. Мы сегодня были с ним на занятиях у нейропсихолога. И он сегодня вообще такой большой молодец. Все выполнял. Немножко были там, немножко капризы уже под конец. Но все задания без меня. Я вообще отдельно от него сидела. Мне так это все понравилось. Ой, такой умничка. Несмотря на то, что у нас было две недели перерыва. Отдыхали мы от занятий. От любых. Мы вообще с собой даже ничего такого не брали. Брали только его любимые игрушки. По сутку с собой. Вот он играл во время отпуска. И после такого перерыва двухнедельного. Так с удовольствием все выполнял. Ну, как я и говорила вот в предыдущем ролике. У него изменения в общем поведении. То есть он какой-то другой стал. А я сегодня решила, что у меня будет день уборки. Пока дети в музее, в планетарии и у бабушки, я решила убраться. Что-то меня вот сегодня бомбануло. И я решила, что не вот, просто нужно пропылесосить. Как-то поконкретнее. С вычищением углов, перемыванием, возможно, даже кухонных шкафчиков. Я этого не люблю делать. Но если уж мне так приспичит, то начну их перебирать. Задумала я тут небольшую перестановку. Перестановку. Нет, кровать здесь стоять Ванина не будет. Это я тут только примеряла все. Ну, во-первых, мне бы не очень хотелось, чтобы эта полка была над головой ребенка. Дальше ее не подвинешь. Потому что я тут чистое белье положила. Сейчас переберу. Не подвинешь. Потому что там ресивер уже торчит. Ну, вообще как-то с этой стороны не очень тут нужна эта кровать. И с полки все поубирали. Сейчас Никита мне ее открутит. Мы ее уберем, эту полку, отсюда. И назад вернется вот этот стол. Обратно. В ту сторону. Где он и стоял. Из садика я забрала наш рисунок, подделка. Я не знаю, как это можно назвать. В общем, такая аппликация. Это на день семьи мы делали. Ну, мы. Я делала. Но буковки мы с Ваней приклеивали. Я их вырезала и приклеивали мы их вместе. И вот в садике висела эта работа. А сейчас нам ее отдали. Я так думаю, наверное, немножко она порвалась вот в углу. Но я так думаю, наверное, можно будет где-нибудь рамочку найти. У меня, по-моему, такого размера. А третьего была где-то рамка в гараже. Надо ее поискать. У тебя хорошая работа. Пусть постоит в рамке. И полку сняли. Все надо протереть и куда-нибудь отправить. Не знаю еще, куда найдем применение. Это все наши пособия. Это вот, кстати, пособие. Видите, несколько только карточек. Где оно у нас? Где-то коробка должна быть. Это к нему, еще к этому пособию, идет магнитофончик такой маленький. Сейчас я его покажу. Вот такой. И здесь все звуки, которые изображены. Пособие называется «Слушать интересно», по-моему. Сейчас я найду коробку, и я вам его полностью покажу. Тут очень много карточек. И вот сейчас включу. Это вот именно то, с чего нужно начинать занятие с ребенком. Сейчас шестой номер, например. Это что у нас? Вот шестой номер. Вот. Булькает вода. Это вот как раз-таки с ребенком, который не понимает речь, нужно начинать вообще занятия, логопедические занятия именно с такого пособия. Ну, рекомендуют так. Ну, не все логопеды используют, но мы вот дома по-такому занимались. И у нас уже, видите, вот у нас в наборе уже. То есть мы начинали с одной карточки, потом я добавляю, добавляю. Из коробки достаю по одной карточке, и мы вот добавляем. То есть он слушает, без, например, несколько карточек я кладу, ставлю звук, и он мне должен показать эту карточку, на которой изображено, ну, например, либо вот кастрюля, крышка стучит по кастрюле, либо выключается, включается свет. Да, не с первого раза все у ребенка получается, то есть не с первого раза он начинает это все показывать. Но если регулярно этим заниматься, то все как надо идет. А, и вот, кстати, еще я тут пока зацепилась, ну, все, у меня понесло. Вот, вот эта книжка, у нас еще есть такая же книжка. Видите, вот как-то я вставляла в один из роликов, вставляла кадры, где Ваня показывает мне пальчиком, там, на дом, на машину. То есть из этой же серии книга у нас где-то есть, тоже там на липучках, ему очень нравится вот это вот. Вот, отлепляет, прикрепляет. Это я покупала такие две книжки в этом фикс-прайсе. Но потом я что-то заходила, такого плана книг уже не было. То есть вот эти вот липучки здесь в этом кармашке, он у нас, вот, отклеился этот кармашек. И вот тоже для начала, то есть покажи, где свинья хрю-хрю, где киса, где, например, зайка. Ну, то есть не только животных можно показывать по этой книжке, но и действия. Объяснять ребенку, то есть действия. Ну, например, вот киса ловит пчелку, коза ест траву, ну и тому подобное. Вот тоже, например, пчелка и мед. Вот, собака сторожит дом. Пока я это все не убрала, вот я нашла коробочку вот этого пособия, слушать интересно. Вообще идет две части этого пособия, продается, можно купить как отдельно. Вот я взяла только первую часть. Но я посчитала, что нам, нам нужна только первая часть. Может быть, когда-то я докуплю вторую. Первая часть вот мне обошлась в 2,5 тысячи рублей. Это зарядка к этому магнитофончику. Здесь стоит флешка со всеми этими звуками. Ну и вот такое вот, смотрите, какое большое количество карточек. Там, кстати, можно по порядку, как изучать их. Мы, у нас в разноброс там идет. А если две части покупать, то около пяти там со скидочкой идет, но около пяти. Я только одну часть купила и покупала я где-то в марте, по-моему, месяце. Это я вот к чему, может быть, кому-то и пригодится, кому-то будет интересно. Но у нас не сразу зашло это пособие. То есть, когда Ваня еще не понимал речь, бесполезно было вообще с ним что-либо делать. Ну, как бы я делала, но это было как к мертвому припарку. А вот когда у нас улучшилось понимание речи, вот тогда его это пособие заинтересовало. И тогда он начал прям разглядывать эти карточки, кто что делает. Ему очень интересно. Там где-то у нас есть карточка дрель, как шумит. Ему очень стало это все интересно. И тогда я по чуть-чуть начала вот вводить карточки. Где-то иногда даже в разноброс, ну, то есть не по порядку я ему даю их. И он рассматривает, и я нажимаю на кнопочки. И вот смотри, как шумит. Вот сейчас его это привлекает. И вот, чтобы их все не доставать, вот такие вот здесь звуки. 60 карточек. Вот такие вот еще карточки. Это, по-моему, тоже фикс прайс. Я не знаю, коробочка ли у меня есть или нет, сохранилась или нет коробочка. По ним мы учили существительные. Вот у нас даже машина тут несколько пострадала. Вот. То есть тут существительное, а потом на обратной стороне действия этого предмета. То есть машина подъехала, поехала, съехала. Если лиса, то, например, части тела лисы. И изначально точно так же начинали с двух карточек. И потом вот я добавляла. А потом уже, когда он эти все существительные, вот они все раскидались, он эти все существительные запомнил. Тогда я только переворачивала карточку, и мы вот действия по ним. Иногда я их еще достаю, эти карточки. Но Ваня не нравится. И я уже как-то рассказывала, у нас все это происходит в игровой форме. На полу мы можем в что-то играть. Раз. Я тут карточки достала, несколько штук. И он мне показывает. Ну, ложка, ням-ням, он сразу показывает. А, вот такой вот еще у нас где-то тут шарик должен быть. Это дыхательное упражнение. Тоже не сразу. Он вообще хотел даже вообще эту трубочку брать в рот. А потом ему понравилось. Опять же таки, понравилось только вот с этого лета. А трубочка эта у нас, по-моему, когда... Еще прошлой осенью я заказывала. Но вот как-то она ему не нужна была. Он ее либо игнорировал, либо просто сразу отталкивал меня. Чтобы я ему даже не подсовывала ее. А вот с пониманием речи ему все это стало интересно. Это здесь у нас для... Такая вот перчатка, мочалка для сенсорных упражнений. Это тоже по совету нейропсихологов в Самаре, которые проходили. Такие вот всякие штуки я тут приобретала. А, вот она, коробка. Вот, с фикс-прайса. По чем они были? 149 рублей. Первые слова называются. А это наши самые первые карточки. Это еще до полутора лет, которые я распечатывала сама на плотной бумаге. Просто нашла их тоже в интернете сама. И мы с Ванюшей играли. Это еще даже до того, как у нас произошли вот эти все изменения. То есть паровозик, ту-ту. Но повторять он за мной не повторял. Но мы это все выкладывали. То есть я ему даю большую карточку. Он мне ищет такую же маленькую. Где она? Есть она у нас? Да, вот такую маленькую. Мы вот так играли. Он клал. Ему очень нравились они. Видите, они какие замызганные все. И, ну, по сути, мы начали-то потом все заново учить. Опять же таки тоже при помощи этих же карточек. Ну, так как для Вани они были, видите, привычным вариантом. Поэтому мы также с них все заново начинали учить. И, кстати, можно было заламинировать. И я так и хотела сделать. Но вот как-то все у меня руки до этого не доходило. А потом... И, кстати, можно было сразу изначально заламинировать. Но вот как-то я все собирала-собиралась. Так этого и не сделала. Ну, вот так как я это все здесь вот повытаскивала. Поэтому, наверное, вот меня так и понесло на разговоры. Если вам интересно, ну, кому-то из мам это все интересно, я могу, в принципе, продолжать. В каждом ролике по чуть-чуть, может быть, вставлять. У нас много очень книг различных. Как мы проводили занятия. То есть я не говорю, как должно быть. Я могу просто поделиться, как это у нас все происходило и происходит. Но опять же таки вот снимать именно сам процесс. Ну, не знаю, мне кажется, Ванюша будет отвлекаться. Ну, по крайней мере, я уже пробовала. Ваня отвлекается. И мне не совсем удобно. И смысла от таких занятий я не вижу, когда ребенок просто лезет в телефон. И они реагируют на мои какие-то задания. Ну, и чего душой кривить? У меня есть некоторые опасения, что мне по рукам настучат, что я вот это делаю не так, вот это вот не так. Хотя я действую интуитивно. То есть делаю... Стараюсь делать так, чтобы было удобно Ване. Ну, и мне тоже было удобно. Как и любой другой ребенок, неважно, с особенностями или нет, Ваня меня как учителя особо не воспринимает. То есть я вот сравниваю наши с ним домашние занятия, которые как в игре у нас проходят. И вот занятия, например, с Настей нейропсихологом. Конечно, там это все больше похоже на учебные процессы. Я сижу, вот наблюдаю. Вот сегодня сидела, наблюдала. У меня прям душа улыбается, как он это все выполняет. И как ему это нравится, что когда его хвалят. Я, понятно дело, он сделал. Я, Ванечка, молодец. Он это все воспринимает уже как должное. Поэтому я сегодня опять-таки Насте напомнила о том, что мы готовы три раза в неделю заниматься. Потому что сейчас у нас пока только два занятия в неделю. Пока вот что получается. Никита там подключает компьютер. Кровать Ванина там будет. В чем прелесть модульной мебели? То, что мы уже сколько раз переставляли вообще эти секции. Ой, вот как мне приспичит делать перестановку. Вот так мы вот начинаем переставлять эти секции. Достаточно легко они отстегиваются. У меня все на крючках. И вот настолько у нас уменьшился диван. Эта часть складывается. Ну и получится такой вот. Не четырех. У нас получается диван четыре с половиной метра. То есть если еще. У нас еще одна секция такая же есть. Она у детей в комнате сейчас стоит. В общем, если эти две секции убрать. Ну получается. Ну где-то три, да? Три метра сейчас диван. И если его мыть тоже. То есть выносишь на улицу по одной секции. Моешь керхером. Или моющим пылесосом. Но все равно же его нужно просушивать. Все равно вот в летнее время на улице нужно это делать. Мы, к сожалению, в этом году этого не сделали. А сейчас, если даже постирать его. То есть это будет очень долго все сохнуть. Влажность будет зашкаливать. Ладно, оставим. Я просто заправляю пледами его. И если есть какие-то пятна после Ваниных игр. То просто замываю сразу. Ну и где-то раз в неделю я его полностью пылесошу. На турбо режиме. Все это высасывается. Вся пыль. В общем, вот эту секцию я уберу. Вот такой вот уменьшенный вариант дивана будет. Зато у Ванюши на кровать встала. Отлично, я считаю. Так как стояла Ванина кровать около батареи. А сейчас начался втопительный сезон. Это уже не вариант, чтобы ребенок спал около батареи. Ему очень жарко. Поэтому я искала вот. Искала, какие же варианты перестановки нам подойдут. Подойдут, чтобы Ванина кровать где-то уместилась у нас в зале. Все? Работает? Ну и все отлично. Занавеску там поправишь и все. И еще мы же заперли домой батут. Ну мы давно его уже занесли. Я протерла ножки. И вот я его тут же со всех сторон пропылесосила. Так как он на улице стоял. И зачем мы его вообще занесли домой? В Ваньку он очень нравится. И я так подумала. Ну зачем тогда вообще нужен этот здоровый зал, если ребенку даже нельзя на батуте попрыгать. Но сейчас я его отсюда уберу. И оставлю здесь в холле. То есть тут достаточно места. Это я вот тут начала разгребать еще нашу кладовку. Я считаю, что вот здесь вот он отлично встанет и мешать никому не будет. И зал немножко посвободнее станет. Снег у нас так и идет. Я на завтра только записалась на 12 часов дня. Переобуть машину. Никита мне уже сейчас колеса в багажник перетащил. Они у нас были на втором этаже. Тонок спустил. Уложил в ней. Что-то как-то странно уложил. Ну ладно. Как уложил, так и пусть будут. Получится переобуться у меня только завтра. А сейчас я собралась к маме за Ванюшей. И еще Кирилла надо забрать с тренировки. На улице сейчас плюс два у нас. Ветер такой прям. Как они там тренируются? Сегодня тренировка у них на стадионе. Но там в перчатках, термобелье, там шапка. Как бы не замерз там ребенок. Забрала я детей. Хотела немножко поснимать на стадионе. Но там темно. И еще Ванек по дороге у нас уснул в машине. В общем, этот влог я буду заканчивать. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока.